Компания Storytel при участии издательского дома «Союз» и издательства «Покидышев и сыновья» представляет. Борис Акунин. Просто масса. Роман. Пролог. Великий Тацу Маса. Глава первая. Вечер Ренга. Тацу Маса проснулся на несколько минут раньше обычного. Над ухом нудел комар. Вот уже и лето. Пора жечь сушеные лепестки хоризонтемы, подумал мастер. Москитных сеток он не любил, от них такая духота. Маленький кровосос уселся лежащему на кончик носа, готовясь вонзить жальца. Тацу Маса осторожно сдул насекомое, ибо никого нельзя лишать жизни, даже комара. Зевнул, с наслаждением потянулся. Смена времен года — это так приятно. Скоро природа умоется прозрачными сливовыми дождями, а потом покроется испаренной жары, которая тоже по-своему прекрасна, ибо располагает к несуетливости. Некоторое время Тацу Маса просто любовался игрой теней на сёдзи. Они были пурпурными от заката, а в саду росла береза, и ее ветви слегка покачивались под вечерним ветром. Редкое белоствольное дерево, давний подарок одного самурая из северного княжества Мацумая, вытянулось кверху, поднялось над крышей и стало достопримечательностью всего Фазаньева квартала. Усадьбу теперь называли «домом под березой», а ее хозяина — «сирокаба но Тацу Маса» — «березовым Тацу Масой». Это имя ему нравилось. Но вот со стороны улицы донесся звонкий перестук. Квартальный бантаро шел по улице, гремел своей колотушкой, извещая жителей о наступлении часа петуха. Пришло время вставать. В коридоре под легкими мелкими шагами жены запели доски соловьиного пола. Особый настил, по которому невозможно ступать бесшумно, окружал спальню со всех сторон. Никто не смог бы подкрасться к хозяину дома незаметно. Зная, что муж уже проснулся, о Судзу все же деликатно кашлянула за перегородкой и лишь потом ее отодвинула. Когда разогнулась после поклона, Тацу Маса уже сидел на футоне. «Добрый вечер. Как я рад тебя видеть!» — улыбнулся он. Это было правдой. Он всегда радовался, когда ее видел. Супруги жили каждой своей жизнью. Жена — дневной, муж — ночной. Встречались они дважды в сутки, на закате и на рассвете. Радостной была каждая встреча. Нежно улыбалась и О-Судзу. Из-за того, что Тацу Маса никогда не смотрел на нее при ярком свете дня, морщины на ее лице были почти незаметны. Складки на шее едва видны, и жена казалась все такой же молодой. А ведь она была двумя годами старше. Они прожили вместе почти тридцать лет. На счастье погода ясная. Значит, луна будет хорошо видна, сказал О-Судзу после обычного приветствия и расспросов о сновидениях. Вы ведь помните, что нынче у нас вечер поэзии. Угодно ли вам проверить, хорошо ли я все приготовила? Она поставила на татаме лаковый таз с водой, и Тацу Маса стал умываться. На вежливый вопрос он только хихикнул. Приготовление О-Судзу, к чему бы она ни готовилась, всегда были безупречны. Ясное небо в полнолунии — драгоценный подарок. Как, впрочем, и облака, сквозь которые так волшебно просачивается небесный свет. Тацу Маса радовался всякой погоде, если, конечно, это не тайфун или цунами. Снова вечер Грэнга. Превосходно! Поэтические вечера в доме под березой происходили раз в месяц, каждое полнолуние. Тацу Маса любил эти праздники еще и за то, что они позволяли насладиться обществом О-Судзу дольше обычного. Кто придет? Прислали подтверждение Орин Сан и Сэнсэй Саяма. И на всякий случай я приготовила место для какого-нибудь нежданного гостя. Сегодня ведь последнее весеннее полнолуние, когда старым знакомым разрешается упасть с неба, прийти без объявления. Умница, что предусмотрела это. Но уж совсем-то с неба никто не упадет, засмеялся Тацу Маса. На обоих перекрестках дежурят ученики, предупредят. Что произошло за день? Сначала, как водится, жена рассказывала про незначительное, про всякие домашние и хозяйственные мелочи. Тацу Маса задавала вопросы, ему все было любопытно, а больше всего нравилось слушать голос О-Судзу. Но в конце она сказала про важное. У ребенка, наконец, режется первый зуб. Давно пора бы, ведь малютке уже годик. Бедняжка сердится, бьет себя кулачком в щеку. Не плачет, — одобрительно молвил Тацу Маса. Сын у него был особенный. Если что-то не так, грозно орал, а плакать не плакал. В шестимесячном возрасте отец нанес ему на животик родовую татуировку красного дракона. Кроха весь извопился, но не уронил ни слезинки. Характер. Подожди минутку, я сейчас. Мастер отлучился в уборную, но справил нужду безобычной неспешности с созерцанием красоты сада, а наскоро. Не терпелось посмотреть на малыша. Мальчик спал, хмурил лысые бровки. Он был само совершенство, просто маленький Будда. Левая счетка действительно стала еще круглее правой. Залюбовался Тацу Маса. И поскольку расхваливать собственного сына неприлично, сказал. Раньше он казался мне уродливым. Но теперь мальчишка все больше хорошеет, потому что делается похож на тебя. Не странно ли? Это неправда. И во мне зачем это говорить? Усмехнулась Осудзо, видя мужа москвозь. Я и так люблю его всей душой. У них была плохая карма с детьми. Восемь раз Осудзо скидывала. Единственный ребенок, который родился живым очень поздний, поманил счастьем, а принес горе. Три года назад во время холерного поветрия умер. И Тацу Маса смирился с судьбой. Жена вышла из детородного возраста. Кровных наследников не будет. Что ж, значит, придется усыновить старшего ученика Данкити и передать дело ему. Но как-то раз Осудзо сказала. Данкити-кун старателен. Он усердно постигает науку, но преемника из него не получится. Осваивая технику, он не понимает духа китодо. Все-таки лучше, когда это родная кровь. И воспитывать преемника надо с младенчества. Супруга всегда понимала, или улавливала инстинктом, у женщин не разберешь, важные вещи раньше Тацу Масы. Он и сам чувствовал, что Данкити не тот, кому можно доверить школу. Шустрого мальчишку основатель китода когда-то подобрал в слободе неприкасаемых. За смелость, за дворняжью цепкость, за жадный блеск в глазах. Но в десятилетнем возрасте перевоспитывать уже поздно. Дворняжка много чему научилась, но так дворняжкой и осталась. Ты права, грустно согласился Тацу Маса, но что тут поделаешь? Поручите это мне, поклонилась Осудзо. Я что-нибудь придумаю. Муж ни о чем ее не спросил, хоть и знал. Когда она так говорит, значит, уже придумала. Вскоре, вернувшись домой с работы холодным зимним утром, когда еще темно, Тацу Маса залез под одеяло, обнял жену и отпрянул. Потому что руки нащупали незнакомое тело, горячее, твердое. Кто-то испуганно дышал в темноте, блестел влажными глазами. В страхе, не прокралась ли в постель леса оборотень, Тацу Маса бросился вон из комнаты и за порогом наткнулся на Осудзо. — Сделайте это ради меня, — низко поклонилась жена. — Просто представьте, что это я. Все равно ведь темно. А после она сразу уйдет. Таких ночных, вернее, предрассветных встреч было еще три, с перерывами в месяц. Потом супруга сказала, все хорошо. Теперь только молиться богине Каннон. Девушка-лица, которую Тацу Маса так и не увидел, о имени так и не узнал, родила 12 месяцев назад, в первый год эры Манн-Эн. Дитя-роженица не показали, чтобы не доставлять ей лишних страданий. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы, тоже люди, они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите, как минимум, автора и декламатора, купив лицензионную книгу.